Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я Виталий Новиков. Напоминаю, что я продолжаю сборку транспортика огромного Ан-225 Мрия в 144 масштабе. Производитель модели фирмы Reval, а звезда перепаковала эту модель. В прошлом выпуске я остановился на склейке крыла модели, то есть выглядит самолет так. В этой части я заделаю дырки в крыле, а они просто безумные. Много-много шлифую, восстанавливаю расшивку, работаю над законцовками крыла с прозрачным пластиком, занимаюсь фототравлением, клею маски, ну и грунтую. Ну, давайте начну все по порядку. Стык нижней части крыла к фюзеляжу облагораживаю при помощи эпоксидной, быстро сохнущей шпаклевки. С помощью длинного и тонкого носика делается это, можно сказать, ювелирно. Наношу только на те места, которые нужны мне. Наждачка работать потом меньше. Шпаклевка данная работает с акселератором и при помощи его застывает мгновенно. В дещере уж очень большие работают обыкновенный шпаклей при помощи шпатера. Верхняя площадь вообще же скачная. Щели метровые. Для начала нужно прижать крыло. Пытаюсь приклеить его быстросохнущим клеем. Ни хрена у меня ничего не получилось. Данный клей застывает при помощи ультрафиолетовых лучей. Засвечиваю его. Вот, все прижалось. Теперь все нормально. Дальше убираю щели. Снова же эпоксидной шпаклевкой. Акселератор для нее. Ну, стандартные шаги. Перехожу на правую часть крыла. Здесь дела еще хуже. Сразу сокращаю басню и пользуюсь двухкомпонентной шпаклевкой. Скрутил колбаску и засовываю внутрь крыла. Сохнет она долго. Ну и пусть сутки сохнет. Отдохну пока. И теперь долго и нудно при помощи H2O начинаю шлифовать поверхность. Весь процесс вам не покажу, естественно. Заснете. Использую 10 наждачных губок разной шероховатости. От 180 до 2500. Результат такой. Хороший результат. С правой части крыла чувствую, что будет потяжелее. Но расшивки кердык пришел. Сразу буду и восстанавливать. Инструменты. Скрайбер. Толстый прозрачный скотч. Ножницы. И пинцет. Тоже долгая. А здесь еще и тонкая работа. Больше устаешь от напряжения глаз и спины. Ну что делать? Продолжение следует. Зато результат радует. И после грунта, ну я надеюсь, будет идеально. И как бы я не оттягивал, но надо делать и правую половину. Процесс идентичный. Наждачные губки и вода. Результат меня не удовлетворил. В некоторых местах есть провалы. Снова шпаклевка. В итоге я психанул и еще нанес шпакли. Процесс шлифовки показывать не стал, но по окончании его крыло приобрело более-менее достойный вид. Но точно можно будет сказать только после грунтовки, к сожалению. Дальше буду заниматься бана. Данные детали из пластика меня не устраивают. Они совсем не идеальны. Заливаю прозрачный клей вместо склейки. Засвечиваю. И начинаю шлифовать. Первая губка у меня пошла с номером 800. После шлифовки начинаю процесс полировки. Наконец-то нормально поупражняюсь вот с таким приспособлением. Шлифовальная ручка. С ручкой использую полировочные спонжи. А со спонжами полировочную пасту. Все эти вещи фирмы DSPI. Ну так, если что. Спонжей существует 4 вида разной грубости. Так же, как и 4 вида полировочных паст. Совпадение? Не думаю. Ну и финальный штрих финальной пастой. В итоге, ну совсем другой вид огонь приобрел. Как в литой. Вот не хотел фотоотравлением заниматься. Ну, только вентиляторами двигателя предполагал. Но есть решетки на задней части фюзеляжа. В пластике. Ну, извините, конечно, но они чмошные какие-то. Решил поменять. Просто наклеить сверху, ну это не серьезно. Вырубаю под него место. При помощи специального набора для сгиба фотоотравления. Сгибаю фотоотравление. На самом деле, это обыкновенные прутки разного диаметра. Вот теперь хорошо. Травление сажаю на цианокрилат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова deceased均 bravo. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Щели заполняю шпаклевкой И акселератор И погнал шлифовать На глаз вроде неплохо Но лучше чем было точно Следующий этап Нанесение окрасочных масок На все прозрачные поверхности Ну, которые нужно оставить прозрачными ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрываю Нежно укутываю ниши шасси Основной материал здесь Это блютак Он дешевый, многоразовый С ним легко в работе Сверху приклеиваю скотч Ну, чтобы блютак к столу не прилипал В нишах основных шасси Использую поролон и скотч ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наконец-то Можно что-то приклеить И этим что-то стал стабилизатор Здесь, в отличие от крыла Щели допустимые, на мой взгляд После стабилизатора Идет киль Перед грунтовкой Модель нужно обезжирить Что я и делаю при помощи Ну, или с помощью спирта Грунтовать буду Белым грунтом фирмы Джим Скейл Производитель пишет Что разбавлять не обязательно Но я, честно говоря, все-таки разбавил Площадь у меня большая Грунтовал долго После полного высыхания Определяю Ну, что все нормально За исключением Правой части крыла Это место надо поднимать И снова меня ждет Шпаклевка И наждачка Ну, зато остальное Все ништяк Чтобы показать размер Этой махины Прикладываю Бе-200 В том же 144-м масштабе И спасибо, что смотрели Пишите комментарии Задавайте вопросы Обязательно отвечу До скорой встречи Ваш я-моделист И я-виталий Новиков Редактор субтитров А.Семкин